Сергей Глушко вышел из себя после активного обсуждения в прессе его резонансного заявления о финансовых проблемах. Муж Наташи Королевой заявил в Инстаграме, что обрывает все контакты с журналистами. Больше ни слова. Он назвал работников СМИ сущностями и сравнил текущую ситуацию с ядерной войной. Тарзан заявил, что люди и без оружия перебьют друг друга голыми руками, вдохновившись какой-нибудь доброй публикацией в прессе. В ответ подписчики удивились неосведомленности Тарзана о принципах работы желтой прессы. А вы не знали, что журналисты любят вырывать из контекста только выгодные им фразы. Также подписчики предположили, что СМИ намеренно натравливают на артистов простых людей, которые сейчас испытывают проблемы с деньгами. Поводом для негодования Глушко стала публикация его слов о том, что артисты стали жить хуже пенсионеров. После того, как ему и Королевой предложили работу в такси, он от этого заявления открестился. Анна Семенович призналась, что во время карантина увлекалась алкоголем и неумеренным потреблением пищи. Теперь она будет худеть в специализированном медцентре. В инстаграме певица заявила, что намерена избавиться от лишнего веса при помощи врачей. Бесцельное обжорство закончилось. Она сильно потолстела за последние месяцы, потому что заедала стресс шашлыками и пельменями. Семенович пришлось пережить проблемы на работе и в личной жизни, с которыми она решила справляться при помощи вкусной еды, называя ее самым большим антистрессом. Она отметила, что обрела такую привычку еще в бытность фигуристкой. Анна пошутила, что тогда вела себя подобно собаке Павлова, получая лакомство за хорошие результаты на соревнованиях. Теперь же в ситуации затяжного стресса она без посторонней помощи не может справиться с тягой к еде. Семенович отправилась в клинику-санаторий Ревиталь Парк, где недавно прошла курс похудения певица Слава. Входящие в круг общения Полины Гагарина инсайдеры раскрыли причины ее несовместимости с Дмитрием Исхаковым. На фоне развода певицы ее знакомые сообщили журналистам нелицеприятные факты об Исхакове, пишет «Комсомольская правда». Так продюсер Олеся Сазыкина рассказала о домашней тирании Дмитрия, который якобы отслеживал каждый шаг Полины и чрезмерно ее контролировал. Также мужа Гагариной назвали большим частюлей и любителем нравоучений. Знакомые артистки уверены, что она устала подстраиваться под непреклонный характер мужа. Еще у него обнаружили звездную болезнь, которая выражалась в непомерно высоких расценках на фотосъемку. В одной из ювелирных компаний рассказали, что Дмитрий запросил за рекламную сессию 800 тысяч рублей, хотя обычно такая работа стоит как минимум в 8 раз дешевле. По словам инсайдера, Гагарина якобы стала настаивать на том, чтобы для рекламы ее снимал только супруг. Из-за этого от нее стали отворачиваться рекламодатели.